Доброго всем времени суток! Купив беспроводной эхолот возникает проблема, как уберечь датчик от обрыва, а также как вытащить из воды уже оторвавшийся датчик. Ведь в большинстве случаев датчик это шар или кораблик, за который крючок блесны вряд ли зацепится при попытке вытащить его с помощью спиннинга. Иногда хищник атакует упавший в воду датчик и обрывает шнур, поэтому многие рыболовы рекомендуют устанавливать поводок. Мы установили поводок двойной с большими петлями, далее я расскажу почему так. А пока по порядку. На многих датчиках ухо крепления особого доверия не вызывает. Укрепить его можно таким способом. Берем кабельные стяжки и делаем как бы дополнительный каркас и влияя его с поводком. Теперь о больших петлях. Как вы уже догадались, нужны они для спасения датчика с помощью спиннинга. Чтобы легче было подцепить плесной запетлю, устанавливаем на устрижок поводка поплавок. Теперь поводок будет находиться в параллельной поверхности воды. Для того, чтобы выловить оторвавшийся датчик, достаточно протащить блесну между поплавком и датчиком. Аварийную блесну мы всегда держим в коробке с охолотом. Изготовлена блесна из 20-граммовой бомбарды и окрашена в оранжевый цвет. Почему бомбарда? Это дальность и точность заброса. В нашей комплектации охолота не было кейса. Для этой цели использовали обычный лоток для пищи размером 13 см на 18 см и 7 см. Для раскрепления частей охолота использовали пенку туристического коврика. Вырезал посадочные гнезда строительным ножом. Подписывайтесь на наш канал. Нам есть чем вас удивить и что рассказать. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить интересное. Ставьте палец вверх или вниз. Нам важны ваши оценки и комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok